Привет, красотки! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня нас ждет очень увлекательная тема. Вы готовы? Тогда начнем! Данную тему подсказала мне моя подписчица, когда недавно написала комментарий. Дарья, добрый день! Я не понимаю, почему вы подтягиваете так сильно и высоко юбку наверх? И я такая думаю, не снять ли про это видео? Сегодня моя главная задача это рассказать вам, дорогие зрители, почему при моей фигуре яблоко. Кто не знает про типы фигуры, я могу вам рассказать в следующем видеоролике. Обязательно напишите об этом в комментарии. Да, при моей фигуре яблоко я использую такой метод, как под самой грудью ставлю себе юбки, ремни и так далее. То есть другие аксессуары, которые мне могут помочь сделать талию там, где ее нету. Чтобы не быть многословной, я покажу вам непосредственно уже на мне данный пример. Говорили мы про вот эту вот замечательную юбочку, кожаную, симпатичную. Мне она очень нравится, комплектовать, комбинировать ее можно с чем угодно. Абсолютно с чем, она достаточно тепленькая. Купила я ее у Киаби, да, у них проскакивают такие интересные вещи. Если кому понравилась эта юбочка, поищите в самих магазинах Киаби. Но я думаю, уже перешло все на летнюю коллекцию, поэтому редко, но метко где-то можно ее отыскать. Значит, смотрите, сейчас я данную юбку поставила вот здесь, прямо на самый верх. То есть чисто когда у меня заканчивается грудь, у меня начинается юбка. Тем самым я сделала себе талию. А теперь опустим данную юбку, чтобы вам было все наглядней, на место, где у меня реально должна быть талия. То есть вот здесь. Понимаете, как изменился мой образ? Посмотрите, у меня уже, да, у меня есть вроде талия сбоку, что-то есть, но посмотрите визуально. Визуально у меня вот здесь появились вот такие вот складочки. То есть при моей фигуре яблок, когда у меня есть вот здесь животик, нужно немножко делать свою талию. И таким вот образом, что я подняла и подстроила талию под самую линию груди, посмотрите, визуально даже моя талия появилась. Хотя ее как бы нету. Поэтому ловите, кому нужно лайфхаки, то что если вы хотите выделить свою талию, поднимите повыше под уровень груди. Это обычно используется для фигуры яблока. Второе положение, вот это вот, ну вы сами видите, как это убирает. Хотя у меня вот здесь талия, вот она. Но у меня здесь сразу же увеличивается пространство и такое ощущение, будто я просто какой-то гигантский гном. И тем самым еще и юбка немножко увеличивает свою длину. Поэтому смотрится тоже комично, я считаю, немножко. Возможно симпатично, но я смотрюсь одним прямым силуэтом. Ну, то есть разница есть. И еще третий вариант, конечно, кто-то носит прям на бедрах. Ну на бедрах плюсиком вообще, я считаю. Но вы сами видите, на бедрах это вообще кошмарно выглядит. Поэтому сами посмотрите, на каком уровне лучше, чтобы сидела данная юбка. Мне нравится вот так. Сразу же появляется талия за счет вот этой вот резиночки. Поэтому, возможно, данный вариант подходит не всем. Только вот, ну, особо пышным девушкам, как я. Или при такой же фигуре яблоко, которое поможет скорректировать фигуру и сделать у нее талию. Если еще подобрать вот таким вот образом немножко бока. И вот это, кстати, одна из способов в модельной вообще сфере. Это стоять вот таким вот образом и позировать. То есть вы тем самым выделяете себе талию и вот этой вот прямой линией, точнее линией наискосок, немножко ее заужаете свои бока. И вот посмотрите, на самом деле у меня вот это. А когда я позирую и убираю, у меня вот это. То есть, понимаете, талия смотрится уже намного-намного меньше. Ну, вот вам мини-лайфхак как раз и по фотопозированию. Сейчас покажу вам на другом примере. То есть на примере вот этого обычного красного платья. Как можно сделать себе талию. Также, но уже при помощи. Тут нам нужна помощь замечательного пояса. Да, у меня этот пояс куплен был в китайском магазинчике. Он тянется, то есть он сплошная резинка. Его можно растянуть, растянуть. Ну, и вот он такого интересного коричневого цвета. Такие пояса я также видела у бренда Kia B. Но в мужском отделе, что очень интересно. У них там обхваты достигают просто, просто, без растяжения. Полтора метра может быть обхват вот данного пояса. Поэтому сходите, если у кого есть бренд Kia B. Зайдите в мужские отделы. Не бойтесь туда заходить и что-то мерить для себя. Значит, как при помощи вот этого пояса сделать себе также талию. Как видите, данное платье у него есть разделение вот здесь вот. По, скажем так, нашей линии. Отделение, скажем так, верха от низа. Чтобы нам сделать здесь талию, используем его. Замечательный пояс. Сейчас одену. Значит, я одеваю сейчас его четко по этой линии. Как, скажем так, в платье предусмотрено, где должна быть талия. Вот здесь. Как видите, у меня также остается мой прямой силуэт. То есть, он немножко мне выровнял бока, да. Но все же талию он мне не сделал. С одной стороны, вроде смотрится не так плохо. Но с другой стороны, я смотрюсь как прямая. Прямая доска, но не доска. Поэтому, если я чуть-чуть этот пояс подниму наверх, то есть, над этой линией и под грудью. Посмотрите, даже уже визуально чуть-чуть у меня вот здесь появилось как бы углубление нашей талии. Ну и, конечно же, если добавить при этом позу, посмотрите, как у меня сразу же меняется полностью весь образ. То есть, от расположения вроде бы такой мелочи, как пояс, зависит абсолютно весь наш образ. Поэтому, девчонки, пользуйтесь. Пользуйтесь таким замечательным лайфхаком. Или вот могу еще опустить ниже. Вот здесь у меня непосредственно талия. То есть, вы понимаете, что это ушло все явно не туда, куда должно уйти. Вот моя талия находится, по идее, вот здесь. Вот она. Это талия, по которой, скажем так, обычно все ориентируются. У кого песочные часы, возможно, да. Им можно носить на талии. У них очень объемный верх, объемные бедра. И у них как раз вот узенькая талия. А мне с моим яблоком не очень комфортно. Поэтому, если я немножечко подниму наверх и сделаю себе визуально талию, то это будет, я думаю, не так плохо. Как вам эти советы? Согласны ли вы со мной? Напишите обязательно об этом в комментариях. Для особо модных и современных девчонок в плюс-сайз размере, особенно в моих размерах, в моих параметрах, есть еще вот такие вот варианты брюк. То есть, совмещение верха и низа очень интересное. Обычно плюсикам не советуют заправлять что-то вниз и ходить вот таким образом. Обычно это все нужно наверх, все нужно вот так вот закрыть, чтобы животика не было видно. Но я могу сказать обратное. Если это правильно сформировать и сверху можно накинуть какой-то еще дополнительный жакет, пиджачок или что-нибудь там, тренчик, это будет смотреться не так плохо. Не так плохо. Итак, у нас есть вот такие вот брючки. Они мне немножечко велики, специально, скажем так, были так выбраны. Они сейчас у меня сидят, вот буквально вот она моя талия. То есть, плюс-минус, может быть, чуть-чуть повыше талии находится, но они сейчас сидят вот таким образом на талии. Точно так же, как мне их подтянуть. То есть, я могу их подтянуть повыше, но они не будут держать. Это понятно за счет того, что чуть-чуть еще мне и велики. Поэтому для этого также используется пояс, чтобы сделать нам линию талии. Как видите, я выгляжу как сарделька буквально, но за счет пояса, не скажу, что подходит конкретно этот пояс и конкретно этот цвет, но все же можно какой-то кожаный подобрать. Желательно, конечно, найти по своим обхватам, а не впритык, но все же. Сейчас покажу, как это будет выглядеть уже с поясом. Вы готовы это увидеть? Очень интересный, нестандартный образ для меня, согласитесь. Я немножечко потянула брюки, затянула это все ремешком, и вот такой образ у меня получился. Да, возможно, кто-то скажет, да, что там живот будет торчать, но за счет вот этих брюк он немножко смягчает вот этот вот переход, плавненький от живота к зоне наших ягодиц, бедер и так далее. Поэтому выглядит, по-моему, симпатичненько. Конечно, хочется вот здесь как-то чуть-чуть повыше, но все же какая вот есть модель. Но, согласитесь, если сверху добавить какой-то тренчик или что-то еще, вполне можно использовать данный образ. Он точно так же подчеркивает зону моей талии, которой нету, не совсем под грудью, как хотелось бы, но тоже быть в таких брюках, где заканчиваются они где-то под грудью, тоже такой себе вариант. Но вот таким образом, чуть выше зоны моей талии, хочется, конечно, что-то попрямее сделать, но как вот держится, или тут чуть-чуть приспустить, чтобы не было вот такого вот угла. Поэтому вот таким образом можно тоже, как вариант, применить себе на зону нашей талии. Вместе с брюками можно попробовать джинсы. У меня джинсы, к сожалению, нет таких высоких, но сейчас на ASOS, на Бонпри, продаются специальные джинсы, брюки с высокой посадкой. И посадка достигает иногда почти как раз вот досюда. Поэтому внимательно читайте описание. Иногда указывают вот этот вот размер в паховой зоне. Обязательно посмотрите. Может быть, комментарии вам помогут, может быть, еще что-то, но все же можно создать и такой интересный комплект. Девчонки, я хочу сказать вам самое главное в конце этого видео о том, что не важно абсолютно, какие советы нам дают, какие модные тренды нас преследуют, самое важное и главное – это вы сами. Чтобы вам было в этом комфортно, удобно, легко. Вы просто дышали, сияли, улыбались, радовались этой жизни и ни в коем случае как-то себя не чувствовали дискомфортно. Поэтому подбирайте то, что вам удобно. Я вам рассказала сегодня пару советов, пару лайфхаков конкретно из моей жизни и по моей комплекции. Моя комплекция – это яблоко. Если вы хотите, чтобы я подробнее об этом рассказала, о разных видах – тело, песочные часы, грушевидные и так далее, напишите об этом в комментариях, с удовольствием сниму для вас это видео. Я знаю, что вы скучаете по шоппингу и распаковкам, поэтому распаковки едут, они где-то в пути, где-то там затерялись, но ничего страшного. Я дождусь, я их дождусь. И обязательно все вам покажу. Для каждого YouTube-канала безумно важна ваша поддержка. И спасибо большое, что вы были со мной. Не забудьте мне поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. Напоминаю, что каждое мое видео выходит по вторникам, и иногда я очень стараюсь выпускать и по субботам. Всех целую, обожаю, пока! Субтитры сделал DimaTorzok